Отходы по цене далекатеса. У Гродзенка Наталья Мрачковская сутыкнулася с проблемой вывозу сметя. Пенсионерка подлечила, что за полгода заплатила значную сумму. Жанчина звернулася у спецаутогосподарку, каб вырошить проблему. Але гэта стала пачатком долгой истории. Юля Новикова разбиралася чаму. Наталья Мрачковская по улице Солы живе больше за 20 годов. У 2018 годе до жанчины приехали работники спецаутогосподарки. И пропоновали заключить договор. Госпадыне гэта идея спадабалася. Тому, что проблема утилізации отходов вырошена. Як оказалось, не без неприемных сюрпризов. Когда я уже разбиралась с этим договором, оказалось, что да, учили 25 соток. И мои 25 соток, оказывается, выдают по 2 метра кубических мусора в месяц. Хотя они вообще, причем летом, летом, значит, из-под земли твердые коммунальные отходы вылазят, а зимой они лезут из-под снега. Понимаете, это настолько. Я им сразу же стала писать. Это нонсенс. За месяц у Натальи Уладимировны по ее подликах больше за 2 метра кубичных отходов не выходить. Дравнину жанчина спаливаю печем, а харчовые решетки идусь на корм гадним живелам. У вынику смеце оказывается у разы менш. С этой проблемой пенсионерка почала свертаться у разной инстанции. Однако питание не было выражено. Я обратилась в горосполком. Они мне написали ответ, что мы считали, у нас есть правила, утвержденные министерством ЖКХ, правила подсчета твердых коммунальных. Мы не отступали ни на грамм. Но я поднимаю эти правила. И нахожу, что в домах с печным отоплением. А у нас тут 38 домов и все с печным отоплением, потому что у нас газ привозят, баллоны и у нас нету. Читаю, что в домах с печным отоплением они обязаны производить дифференцированный расчет именно для таких домов. Со слов Натальи Владимировны, дифференцированный под лик першоподжатковый не вырабляли. Тому Гроденко так и протягивает переплачивать. Сумма уходит значная. За полгода пенсионерка заплатила больше за 160 белорусских рублев. Наталья Владимировна выражала это незаконным. Я им сказала, что я буду бороться, потому что это совершенно несправедливо. Так нельзя делать. И я, значит, да, я перестала платить. Мне стали приходить, боже мой, каждый месяц, мне стали от Саха приходить такие с угрозами, такие письма. Мы вас привлекем к административной. Чуть ли меня не судить будут. У спецаутогосподарцы нашей издымочной группе подлумачили. О проблеме пенсионерки у организации ведают. Чиновники запомнили, что усе подлики на лечение были сделаны правильно. Есть решение Родинского городского исполнительного комитета номер 561, которое вступило в силу 28 августа 2013 года, где расчетная единица идет на человека с сектора индивидуальной жилой застройки. На одну единицу идет 1,84 на человека образующихся отходов, плюс крупногабарит 0,15 на человека. И еще одна есть расчетная единица – 0,01 метра кубически на 1 метр квадратной преддомовой территории. Все, исходя из этого, производится начисление данной гражданинки. Увы, неку проблема переплаты так и засталась они вырошенной. Тому Наталья Уладимировна завернулася в суд. После месяца у разгляду было вынесено решение и не на корысть пенсионерки. Але такий вердикт може быть обскарженым. Тому на этом же Харка Гродно спыняться не избирается и будет добиваться правды.